Тим Уолл снова попался на подтасовке данных. Демократ из Миннесоты в течение многих лет утверждал, что торговая палата Небраски, что он участвовал в пилотной программе Гарварда, как один из первых американских педагогов, обучавших китайских школьников. Уолл утверждал, что торговая палата Небраски вручила ему награду за его вклад в бизнес-сообщество штата. Торговая палата Небраски изучила этот вопрос и подтвердила, что Уоллс не получал награды от организации согласно письму 2006 года от Барри Кеннеди, тогдашнего президента организации. Кеннеди попросил Уоллса удалить ложное утверждение. «Я не собираюсь сделать вывод о ваших намерениях, включив эту строку в вашу биографию», — сказал Кеннеди. «Однако мы с уважением просим вас удалить любые ссылки на нашу организацию, поскольку это может рассматриваться как поддержка вашей кандидатуры». «Однако следует отметить, что торговая палата США поддержала вашего оппонента, конгрессмена Джилла Гухнета, за его поддержку вопросов малого бизнеса», — добавил Кеннеди. Менеджер компании Уоллса назвал это типографической ошибкой и обновил веб-сайт, изменив ссылку с торговой палаты Небраски на юниорскую торговую палату Небраски. В течение многих лет Уоллс утверждал, что работал в Китае с 1989 по 90-х годах в рамках пилотной программы Гарварда, где группа американских педагогов преподавали в китайских средних школах. Гарвардский университет предоставил Уоллсу возможность получить новый взгляд на глобальное образование, преподавая в Китайской Народной Республике, утверждалась в биографии Уоллса. Его конгрессменская биография, опубликованная после того, как Уоллс получил свое место, говорила то же самое. Еще в последней версии 2018 года указывалось, что Уоллс преподавал там по программе Гарвардского университета. Программа World Teach была основана студентами Гарварда, но, по-видимому, не была официальной программой Гарвардского университета. Доклад также резюмировал некоторые из уже опубликованных противоречий и искажений Уоллсам, включая его в военную службу, звание и арест за вождение в нетрезвом виде. Продолжение следует...